На перспективу. Аким Алматинской области Канад Бузумбаев побывал с рабочим визитом в Уйгурском районе. Глава региона ознакомился с перспективами реализации инвестиционных проектов и развития агропромышленной сферы. В следующем году в Уйгурском районе будет запущена крупная птицефабрика ТОО «Примакус» – птицеводческий комплекс замкнутого цикла по выращиванию и переработке мяса птицы. По прогнозам специалистов, первая продукция будет получена уже в октябре 2022 года. Стоит отметить, предприятие является одним из десяти крупнейших бизнес-проектов, направленных на развитие агропромышленного комплекса Казахстана. Мы все-таки экспортно-ориентированы предприятием. Мы заключили контракты с Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Монголием и два с Китарем. Для полноценной работы нужна транспортная инфраструктура. Актуальным остается и вопрос подготовки местных кадров. Канад Бузумбаев поручил изучить озвученные вопросы и предложил организовать обучение местных специалистов, используя возможности программы «Янбек» при поддержке региональной палаты предпринимателей «Атамикен». «Атамикен» предполагает пофинансирование, потому что некоторые проекты уже в области пользуются этим. Сейчас в Уйгурском районе уже работает одна птицефабрика – ТО «Айсер». В год предприятие вырабатывает до 30 тысяч тонн мяса птицы. Производство обеспечивает работой порядка 1200 человек. Перспективность комплекса налицо. Учитывая эту особенность, глава региона предложил акционерам увеличить мощность птицефабрики на 50 тысяч тонн. Он поддержал инициативу компании в расширении земельных наделов для выращивания и производства кормов из собственного сырья. Уйгурский район – садоводческий регион. А в числе крупных хозяйств, занятых в этой отрасли – ТО «Шонжи Агро». На 500 гектарах выращивают абрикосы, сливу, вишню и персики. В год объем урожая достигает 7 тысяч тонн. Во многом урожайность зависит от бесперебойной и своевременной подачи воды. А для этого необходимо отремонтировать оросительные каналы, поделился глава хозяйства. «Для нас принципиально и критично, чтобы в начале марта была вода. С водхозом мы в постоянном контакте, им деньги выделяются, и просто пожелание такое, чтобы мы своевременно выделились, и до марта месяца они провели свои ремонтные работы». «На особый контроль поручил Канат Бузамбаев взять строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, где из-за обрушения конструкции идет большое отставание от графика. «Надо поменять все, нужно только необходимое. Минимум административных движений, максимум для залов, для спортивных залов». Только в этом году в Уйгурский район привлечено около 70 миллиардов тенге инвестиций. Однако, помимо достижений, в районе еще остаются нерешенными ряд проблем. В их числе нехватка пастбищ, поливной воды и дефицит сельскохозяйственных кадров. По мнению общественности, требуется комплексный план развития района. «Все населенные пункты нуждаются в качественной питьевой воде. Особое внимание нужно уделить привлечению инвестиций в производство продуктов питания, увеличению поголовья крупного рогатого скота и развитию молочного производства. В январе на областном заседании обсудим проблемы района, пути их решения. С учетом пожеланий общественности, мы определим объем необходимых ресурсов, финансовых средств и конкретные сроки реализации. Так как Уйгурский район – это сельскохозяйственный регион, одним из важнейших направлений работы должно быть привлечение инвестиций в аграрную сферу». Гульмира Тимиргалиева, Адина Смогулова, Жазира Исаева, Айдос Калиев, Ержан Дусен, Телеканал ЖТСУ.